здравствуйте дорогие друзья коллеги приветствуем вас на канале в икея и наша тема продолжается тема посвящена вопросам здоровья и борьбы с болезнями под углом инноваций я хочу вам рассказать о взгляде на нашу жизнь именно с точки зрения здоровья болезни различных других состояний на которые мы можем с вами в дальнейшем воздействовать ну или будем рассказывать вам как можно вот этими самыми инновациями на что воздействовать я считаю это очень важно чтобы было понимание в дальнейшем что мы пытаемся сделать применяя тот или иной инструмент для того чтобы бороться с болезнью с ее проявлениями с ее развитием ее возникновением или вообще в принципе заниматься профилактикой и так давайте посмотрим вот это я представляю для себя так представляю это вся наша жизнь вот она начинается с момента рождения условно мы рождаемся достаточно здоровыми за редким исключением я говорил что ряд болезни раз ряд проблем мы получаем с вами с генетикой с какими-то аномалиями но в любом случае давайте рассматриваем ту ситуацию когда мы родились а здоровыми и в течение жизни нас в ананас воздействует различные факторы и могут развиваться заболевания могут появляться различные проявления правления различных заболеваний различные состояния давайте посмотрим как это может выглядеть ну первое мы с вами здоровы и здесь на нас воздействуют различные факторы но один из важных факторов это генетика с ней очень сложно бороться мы в большей степени конечно пытаемся откатиться назад бороться с какими-то особенностями которые нам достались от наших предков там невнимание какое-то низкая допустим физическая активность и так далее и так далее мы в качестве вот борьбы с этими факторами постоянно пытаемся воздействовать на эти генетические факторы но есть другие факторы которые я отметил бы двумя основными большими блоками есть факторы которые имеют знак отрицательный есть факторы которые имеют знак положительный то есть влияет которые влияют на наше развитие на наше здоровье в целом вот так это по моему мнению происходит какие отрицательные положительные факторы ну в первую очередь это конечно физическая активность это какое-то правильное питание здоровый сон различные ментальные упражнения физические упражнения и так далее на самом деле вот этих факторов которые влияют на наше здоровье достаточно ограниченное количество я сейчас вам рассказал про факторы которые имеют знак плюс положительные факторы но есть и факторы которые имеют отрицательный отрицательный знак это курение стресс алкоголь гиподинамия и так далее так далее вот этих опять же повторюсь этих факторов достаточно ограниченное количество и в принципе вот здесь мы очень неплохо можем какими-то новыми инновационными инструментами или старыми инструментами воздействует на эти факторы. Соответственно, знак, который имеет отрицательный, эти факторы нивелировать. И те, которые имеют положительный знак, конечно, естественно, увеличивать давление этих факторов на развитие, на наше здоровье, на его сохранение или нарушение здоровья. Итак, когда мы движемся с вами по нашей вот этой вот таймлайн нашей жизни, мы периодически, конечно, кто-то хронически получает какие-то, мы движемся, заболевания, мы движемся от состояния здоровья к состоянию каких-то различных проявлений, которые в последующем могут выразиться уже в конкретный диагноз, конкретное заболевание. Я это назвал проявление или состояние, различные стигматы, что ли, я не знаю, которые нам могут быть сопутствовать. Мы знаем уже о появлении этих проявлений и мы их можем увидеть, отследить, заподозрить и вовремя принять тот или инструмент, воздействие, которое, опять же, сейчас достаточно много в связи развития различных инновационных технологий. Какие здесь есть различные проявления? Я, конечно же, ни в коем случае не смогу их полностью воспроизвести, их уже гораздо больше, чем вот этих проявлений, которые мы называем факторы риска с положительным или отрицательным знаком, их уже гораздо больше. Больше, но не настолько больше, как вот потом тех развитий, которые они приводят, тем заболеваниям, которые они приводят. Что это может быть? Ну, такое типичное проявление. Избыточная масса тела, достаточно часто встречающаяся микроальбумин, урея, то есть появление микроальбумина в моче, это такой первый признак того, что есть какая-то проблема, зреет эта проблема, которая в последующем может развиться в какое-то состояние. Это повышение, периодическое повышение артериального давления выше 130-140 миллиметров ртутного столба или, если говорить о систолическом и диастолическом, допустим, там от 80 до 90 миллиметров ртутного столба. Мы знаем про эти проявления этих состояний различных, которые очень сложно пока назвать еще болезнью. И вот каждое вот из этих состояний, допустим, избыточная масса тела, микроальбумин в моче, повышение уровня артериального давления, может дать потом, в последующем, когда мы будем двигаться по нашей, опять же, вот этот таймлайн нашему отрезку жизни, который нам, ну, подарен Богом нашим, нашими родителями. В общем-то, мы здесь, возникают у нас различные заболевания. К примеру, избыточная масса тела может привести к большим, огромному количеству проблем. Она может привести к развитию там артериального гипертонии, значит, бесплодию, различным другим состояниям. То есть, одно вот это одно проявление, которое мы можем на ранних этапах увидеть, оно может потом рассыпаться на большое количество различных состояний, которые уже мы можем называть болезнью или конкретным диагнозом. Итак, мы движемся с вами по вот этой нашей таймлайн, нашей, нашей линии жизни. И если эти состояния начинают у нас прогрессировать, развивать, мы вовремя их не заметили, не воздействовали на них, то, соответственно, у нас может возникать заболевание уже, конкретная болезнь. И тут мы с вами сталкиваемся с диагнозами. Это огромный, огромный спектр различных болезненных состояний, которые уже, ну, можно назвать состоянием, но уже имеют конкретный диагноз. Есть так называемая международная классификация болезни 10-го пересмотра, сейчас готовится уже 11-й пересмотр, и там десятки тысяч различных состояний, которые мы получили вследствие того, что, ну, вовремя не воздействовали на вот избыточную массу тела, различные другие состояния, которые в последующем к нему перевели. Давайте посмотрим чуть дальше. Откуда у нас появилось это, вот эти состояния, которые в последующем привели к большому количеству заболеваний? Это просто огромное количество заболеваний. Я здесь поставил бы, значит, знак такой вот бесконечности, пожалуй, пожалуй, бесконечности. Посмотрите, вот когда мы смотрим на эти факторы риска, то их достаточно ограниченное количество, там, 10-20 этих факторов риска со знаком плюс или минус. Мы их всех знаем приблизительно, и каждый, кто смотрит это видео, уж точно знает, что курение, стресс, злоупотребление алкоголем в последующем можем привести к тому или иному состоянию. Вот этих состояний достаточно много уже, сложно их полностью всех перечислить, есть какие-то лабораторные проявления, визуальные проявления, но мы постепенно передвигаемся, что их количество увеличивается, их становится больше гораздо, вот эти все факторы приводят к тому, что они возникают. И здесь уже после того, как эти состояния возникли, возникает огромное количество диагнозов. Здесь уже наши действия, которые могут быть направлены на вот эти проблемы, они могут быть самые-самые разнообразные, от различных видов консервативной терапии, таблеток различных видов, различных типов физиопроцедурных воздействий, хирургии и так далее, и так далее. Вот здесь спектр возможностей, ну, так скажем, уже, которые нам необходимо использовать, чтобы остаться здоровым, по крайней мере, жить с каким-то качеством, каким-то допустимым качеством для того, чтобы жизнь нам не казалась тяжелой, вот здесь это все нам приходится применять. Вот здесь, вот на этом этапе мы применяем ограниченное количество инструментов. Мы следим за тем, чтобы, ну, пытаемся избавиться от этих вредных привычек, там, боремся со стрессом, как-то увеличиваем физическую нашу активность. Их ограниченное количество, их немного этих факторов, на которые мы можем воздействовать, или инструментов, которые можем воздействовать на эти факторы. А когда уже появились состояния, здесь уже разные у нас есть инструменты, ну, к примеру, избыточная масса тела, надо бороться с ней, физические какие-то упражнения, диету и так далее, и так далее. Но когда мы подходим уже к лечению вот каких-то заболеваний, вот здесь, конечно же, возникает огромное количество инструментов. Давайте посмотрим, как с позиции доказательной медицины или с позиции профилактики вот называются вот те инструменты, которые воздействуют на эти группы, вот на эти группы, которые мы называли там здоровье, состояние, болезни. Да, еще забыл отдельно сказать о том, что болезни потом могут привести к огромному количеству осложнений. Но это даже я сейчас не хочу разбирать, потому что там их спектр просто не укладывается ни в какую международную классификацию. У каждого состояния есть, у каждой болезни есть свои какие-то осложнения. Гипертония там, допустим, мочекаменная болезнь и так далее, и так далее. Так вот, возвращаясь к вопросам профилактики или медицины, основанные на доказательствах, есть такое понятие, как первичная профилактика. Она как раз таки и направлена ведь на весь этот блок борьбы с факторами риска. Ну или, соответственно, нивелирование факторов риска, которые имеют отрицательные значения, и усиление факторов риска, которые положительное значение имеют. Вот когда мы начинаем работать вот в секторе вот этой пирамиды или в этой колонне состояний, когда еще нет такого заболевания, или пограничные такие вот состояния, когда еще непонятно, есть или нет заболевания. Вот здесь мы говорим уже о вторичной профилактике, или так называемый скрининг, раннее выявление заболеваний. Это различные программы направлены, лабораторные исследования, маммографии, различные ПСА, допустим, когда мы смотрим и отслеживаем появление того или иного состояния, которое может привести к... Можем на ранних этапах найти, по крайней мере, вот того или иной болезни. И уже третичная профилактика, это уже борьба непосредственно с... Ну направлены инструменты, направлены на то, чтобы не возникли осложнения. Конечно же, здесь огромный, еще раз повторюсь, спектр инструментов. И вот как врач могу сказать очень интересное свое замечание, которое возникло вот на протяжении 20-летней практики моей, что вот в этом секторе, вот где-то приблизительно в этом секторе, захватом, вот сюда немножко, вот видите, фактор, где мы боремся с диагнозами, с болезнью, вернее, лечим, диагностируем. Здесь работает медицина. Здесь работает медицина, и все это, в общем-то, в какой-то степени нам все понятно. Здесь есть медицина, здесь есть врачи, здесь есть все необходимые понятные инструменты. Вот здесь работает армия специалистов из системы здравоохранения. Но, к сожалению, вот здесь, в первичной профилактике, когда мы работаем с факторами риска, такой армии на сегодняшний день нет. Поэтому вот в этом секторе очень важно влияние самого непосредственно пациента. Большое спасибо за внимание, специально для канала ЭВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова